Ну а в Аэрофлоте сегодня рассказали, какие именно билеты пассажиров Трансайра будут аннулированы. Итак, это касается проездных документов с началом перевозки до 15 декабря этого года и с окончанием после 15 декабря. Пассажиры смогут оформить возврат денежных средств, но о том, как это можно будет сделать, узнаем сейчас у моей коллеги Анастасии Ефимова, она на прямой связи со студией. Настя, приветствую! Ну а смогут ли пассажиры вернуть полную стоимость неиспользованных билетов или будут возвращать только часть? Ну вообще, что говорят в Аэрофлоте по этому поводу? Да, здравствуйте, Дмитрий. Действительно смогут вернуть полностью всю сумму, но давайте все-таки обо всем по порядку, вопрос очень чувствительный. Итак, эта информация касается всех, у кого на руках есть билеты авиакомпании Трансайра. Если на них стоит срок вылета до 15 декабря, как вы и сказали, то можно не волноваться, полет состоится. Об этом еще раз сегодня нам рассказали в компании Аэрофлот. Однако есть принципиальное уточнение. И касается оно тех, кто купил сразу билеты туда и обратно. Причем полет туда состоится до 15 декабря, а вот возвращение уже после. Вот в такой ситуации билеты действительно аннулируются. Перебронировать или переоформить их на более ранние сроки уже невозможно. Ну просто потому, что билеты компании Трансайра больше не состоят в продаже. В такой ситуации все деньги полностью будут возвращены. Вот какие именно документы нужно для этого собрать? Куда приходить? В какие сроки? Вся официальная информация сейчас есть на сайте компании Трансайра, а также на страницах компании Аэрофлот в социальных сетях. Давайте послушаем, как нам эту ситуацию сегодня прокомментировали в Аэрофлоте. Сегодня на штабе было принято решение, что пассажиры будут перевозиться, как и ранее планировалось, до 15 декабря включительно. Но есть одна особенность. Пассажиры с билетами туда-обратно, у которых перевозка начинается до 15 декабря и заканчивается после 15 декабря, эти билеты будут аннулированы. Пассажиры смогут оформить возврат денежных средств в полном объеме. Также билеты после 15 декабря, начинается перевозка после 15 декабря, эти билеты, эти бронирования также будут аннулированы. Вот сколько именно пассажиров как раз попадут под эту программу аннулированных билетов, а их количество, их списки как раз сейчас уточняются в компании Аэрофлот. Ну и пока на данный момент все перелеты в рамках своих обязательств Transair все еще выполняют, но в любом малейшем проблемном или критическом случае готовы подключиться все компании группы Аэрофлот. Дмитрий. Да, действительно, сейчас пытаются нивелировать те негативные моменты, которые могут случиться в связи с теми событиями, о которых мы уже рассказываем. Не первый день. Настя, спасибо. На прямой связи со студией с нами была наша корреспондент Анастасия Ефимова.